А второе видео, которое необходимо посмотреть, ну, это, конечно, Мариуполь, но сразу скажем, что перед тем, как Путин приехал в Мариуполь, он в годовщину аннексии Крыма неожиданно прилетел, тогда, кстати, отменили все празднества, если помните, и вот он неожиданно прилетел с отцом Тихоновым, с митрополитом нынче Тихоном Шевкуновым, бывшим своим, как я понимаю, духовником, по поводу истории в Севастополь, и там, значит, была какая-то школа искусств Корсунь, которая открывалась в рамках здания историко-археологического парка Херсонес Таврический. Ну, просто я тут не угонюсь за Арестовичем, который по поводу всей этой истории издевался, потому что, ну, как, ну, в годовщину присоединение Крыма к России должны быть ликующие толпы, там, дети несут цветы, там, все выстроились на улицах, кортежи машин, вместо этих вот странных людей, которые перебежками передвигаются, они говорят, что они открывают эту школу, детская школа, никаких детей нет. Они говорят, значит, историко-археологический парк, и даже вот этот вот митрополитет Нашевкунов говорит, что это самые большие раскопки в мире. Ну, насчет самых больших раскопок в мире, вообще, самые большие раскопки в мире, по-моему, в Израиле, где действительно раскапывают все, я ничего не буду по этому поводу говорить, но нам эти раскопки, кстати, не показывают, показывают, Путин в каких-то помещениях рассматривает какое-то непонятно что, такое впечатление сейчас нырнет, достанет амфору из пола. Ну, в общем, опять он в пустом помещении, в окружении охраны, немногочисленных чиновников, то есть снимает его совсем небольшое количество камер, в общем, не очень пристально его снимает, и дальше, конечно, идет совершенно феерическое, сразу после этого Путин едет в Мариуполь. Мы сейчас видео показываем без звука в Мариуполе, но там аж 31-минутная запись на сайте Кремлин.ру, а она без звука идет. Сейчас он едет на машине. Да, она феерическая. Во-первых, мы видим, что стоящие вертолеты, из которого, соответственно, Путин, видимо, он на нем прилетел, хотя не совсем понятно, там, по-моему, не вертятся тоже лопасти вертолета. Во-всяк случае, он сам, или человек, не отличивая него, похожих, ночью едет от аэропорта, причем видно, что навстречу иногда едут машины, а в одном месте даже машина едет в попутном направлении. То есть там есть машина, которая едет сначала перед, там, ясно, что она машина охраны какая-то, да, она там, поворотничком мигает, все, он едет за ней. Кстати, едет довольно медленно. Такое впечатление, что человек, который ведет машину, не так часто это делает. Вот так, как уракуатненько, поворотничек включает, а в одном месте он тормозит на светофоре. Автор, правда, сразу загорается зеленым, но, тем не менее, вот тут человек, который сидит за рулем, тормозит на светофоре. Да, это межпрецедентно. Ну, не совсем, я помню, что вот, то есть не, я помню, а я слыхала, что Франко, как раз в Испании, его кортеж, когда ехал, да, он тормозил всегда на светофоре, но, соответственно, другие тоже соблюдали правила. Не, ну, как Путин ездит, мы знаем, так сказать, с рублевки в Кремль, мы знаем, какие там светофоры, так что, поэтому я об этом. Да, и вот он ездит по этому ночному городу, там горят фонари, и они заезжают с Хуснулиным, Хуснули на пять бубнит, мы восстановили столько-то, столько-то. И тут происходит невероятное, это надо видеть. Кто не видел, господа, посмотрите, это просто такого кавка не придумают вместе с Беккетом. Они доезжают до какого-то отстроенных домов, которые стоят квадратиком, там посередине этих домов детская площадка. Они идут по этой раскрашенной детской площадке, там вот эти все мисочки, блестнички. И Хуснулин говорит Путину, о, вот как раз и стол стоит, и там действительно посреди, значит, всего этого стоит деревянный канцерярский стол. А Путин и Хуснулин... Сейчас мы до стола дойдем. Вот, все, дошли до стола. Да, вот ночь, улица... О, говорит, стол стоит на детской площадке, да. Вот, Хуснулин вытаскивает из-за пазухи набор цветных иллюстраций о том, как он сбыстроил Мариуполь, и начинает показывать Путину вот эти вот картинки, говорит, вот смотрите, вот здесь мы отстроили, вот здесь мы отстроили. То есть другого места показать картинки, как ночью посреди детской площадки, как под горящими фонарями, абсолютно все вокруг безлюдно. А в Мариуполе нету, и, конечно, дальше он рассказывает, что по его, как строителям мнению, совершенно точно видно, как Мариуполь сносили украинские нацисты. Он говорит, цитирую дословно, очень четко видно, что они, то есть Украина делала, там, где мы наступали с нашей стороны, ударов снарядом не было вообще, а с ихней стороны прямой наводкой били танками. Это я вам, как строитель, говорю. Ну, вот, видимо, просто мне интересна реакция. Строителей. Да, строителей, да. Ну, понятно, что тут. Ну, пусть говорит, говорит, на Гагу наговорит. Да, да. Я, кстати, напоминаю слова Александра Ходоковского, вот этого, который, по-моему, Восток, цитирую. Мы сносим перед собой все, что противник может использовать как украинский. Да, все очевидно. Так, ну, двигаемся дальше, то есть он, вот, как-то вот странно, прямо-таки стоит за каким-то столом, в каком-то, значит, на детской площадке. Вот они сейчас изучают все эти бумажки. Понятно, все это притворно, все. Но вот что дальше? Там дальше начинается, как я вижу, общение с аборигенами. Да, выкатывают. Потому что, естественно, человек, который все это думает, ну, слушайте, одну секундочку. Ну, вот, освободитель Путин приехал в освобожденный город, там, где украинские нацисты сносили дома, минировали медицинское оборудование, как рассказывает Хуснуля. И вот он, Путин, этот город восстановил, ну, опять же, да, должны его толпы встречать, опять же, должны быть люди, которые флагами машут, ура, приехал освободитель, спаситель. А тут он стоит, значит, посреди ночной пустынной раскрашенной детской площадки. И в доказательство всего происходящего Хуснулин ему показывает картинки на деревянном столе. То есть, помните, Путин не пользуется интернетом, Путин не пользуется компьютером. Нет, вот мы сейчас смотрим дальше, они заходят в квартиру, они заходят в квартиру, вот его ведут, там, какие-то столы накрыты, значит, кухня и так далее. Вот это вот как? Без карантина или с карантином эти аборигены или что с ними? Вот это самый интересный момент, потому что, ну, в этот момент потрясенной абсурдностью всего происходящего, но любой человек, который это смотрит, можно сказать, а где же население? И действительно, вот население появляется, мы видим, что его не очень много, там вот есть дама, которая говорит, что мы за вас молимся Путину. Ну, да, с рыжей халой, вот его такая бабища вот этого товарища видела. Да, в этот самый момент как раз кричат за спиной, что это все показуха. Ну, соответственно, Путин игнорирует это место, а значит, и они говорят, значит, один из местных жителей говорит, ой, слушайте, а давайте поднимемся. Ну, что, поднимемся, говорит Путин, они поднимаются, и тут, конечно, мы видим вот этот вот прокол, потому что этому чуваку, видимо, сказали, ты делай вид, что все произошло спонтанно, а у него прям там накрыто стол с китой, чашечки поставленные, чего-то там пыхает. Ну, понятно, что Путин вдруг его отравит, да, помните, там еды, отравленные пирожки, конечно, ко всему этого не касается. Не касается, ну, конечно, ну, что, он и в Кремле это не всего касается, а чего уж говорить про какие-то столы, да. Да, тем более же там вот фуа-гра какой-нибудь нету. Дальше снова Путин за рулем, опять вот тут он тормозит на светофоре, и они приезжают с Хуснолином, совершенно пустой университет. С Хуснолин объявляет, что здесь может учиться шесть тысяч человек, и, естественно, никакого следа этих шести тысяч людей мы не видим. Опять мы видим совершенно пустое фойе, а приходят они в конференц-зал Путин. Это особо интересно, да, потому что конференц-зал должен быть полным, и вот они вдвоем в этом конференц-зале, ну, там еще... Вот мы сейчас это показываем, вот с колоннами, зальчик, тут какие-то инструменты, гитаристы, вот, ну и так далее. Да, обратите внимание, что, как бы, с одной стороны, просто если сравнить с визитами Зеленского на фронт, просто Зеленский заходит на какую-то заправку, все кричат, то это Зеленский, да, повыше поднимают свои мельницы, свои телефоны, его снимают, он со всеми здоровается. Вот население отсутствует полностью во всех этих видео, и последняя поездка, мы к ней переходим, оно, видео было распространено в понедельник, как раз после того, как Зеленский посещает Авдеевку. Я напомню, что Авдеевка, это, ну, формально то место, где был Зеленский, это 5 километров от нуля, ну, это, собственно, Авдеевку российская артиллерия сносит с лица земли, артиллерия бьет на десятки километров, 120-миллиметровый миномет бьет на 6, вообще о чем, да, то есть он приходит в некоторое место, где в любой момент может прилететь даже не серьезная гаубица, а просто вот миномет. Соответственно, Путин посещает поселок Счастливцево под Геническом в Херсонской области, около 150 километров от передовой, обратите внимание, что даже Хаймерс не достанет. Значит, что мы видим? Опять мы видим вертолет со становившимися лопастями. Я не знаю, почему, вот, может быть... Мы вот сейчас его показываем, без лопасти, да, лопасти, но это фотография, правда. Да, но вот они почему-то не вертятся на этих фотографиях, я просто обращаю, честно говоря, вот в фильмах мы всегда видим, что они вертятся, а тут, может, это протокол такой, не будем говорить. Короче, выходит оттуда человек, неотличен, похожий на Путина, дальше мы видим видео из машины. Мы, собственно, не понимаем... Ну и вот видео, вот включили видео, сейчас будем смотреть видео параллельно. Да, мы можем говорить, да. Да, и заметим, что мы при этом совершенно не видим, чтобы Путин был в этой машине. То есть это я просто отмечаю, я не говорю, что это там плюс или минус, но просто нам такой кинематографический ряд показывают. Мы привыкли, что когда происходит кино, человек выходит из вертолета, потом нам показывают, как мимо чего-то проносится. Но, строго говоря, нет никаких доказательств, что Путин был в этой машине или не был и так далее. Там просто кино из машины. Дальше он как раз заезжает во двор, и там мы видим его встречи с генералами. Он говорит, сначала довольно мало, ему представляется один генерал, это генерал Макаревич, потом ему представляется еще другой генерал, это генерал Лапин. Самое интересное, Марк, мне кажется, в этой истории, что Путина не сопровождает ни Шойгу, ни Герасимов. Это очень, мне кажется, важная деталь, по которой мы потом возможно... Почему? Так, ну хорошо. Да, то есть два важнейших человека, которые должны Путину докладывать, что происходит на фронте, не сопровождаются, это сравнить на такие... Лапин, кстати, тот самый генерал, которого, значит, усилиями... Бывшие в Апале, да. Да, чуть не сожрали, возложили на него, значит, вину за провал российского наступления. Потом, значит, было то, что Андрей Андреевич Пятковский называют малым армейским контрпереворотом. Соответственно, Лапин был реабилитирован, даже он был по одной линии назначен замом Герасимова. И, соответственно, генералы громко представляются, кто они такие. И мы видим, что Путин здоровается с ними за руку. За руку, да. К предыдущему видео он там вот с местным жителем Мариуполя, если это был, конечно, местный житель Мариуполя, тоже поздоровался с ним за руку. То есть вот с послами он не здоровается, с Макроном не здоровается. Удивительное дело. Да-да-да, только, значит, с местным жителем Мариуполя и Си Цзиньпином. Вот они, видимо, равные по статусу. И вот я хочу обратить внимание на очень интересную деталь. Путин сидит в штабе, просит доложить обстановку. Нам неизвестно, что они докладывают. Но вот если Костя нам покажет, генералы на него не глядят. Да, нет, мы уже видели, да, можем еще раз вернуться. Очень необычная ситуация, потому что для российских генералов он всегда ест начальство глазами. То есть возникает вопрос. Они считают, что этого человека нет смысла глядеть, возможно. Или другой вазерянт ответа. Их попросили не дышать его сторону. Да, может быть, кстати. Вот мы смеемся, а может быть оно так и есть. Да, ну микробы же, да. И дальше, конечно, следует удивительное видео, где Путин вручает генералам еще в каком-то помещении чудотворную икону. Ну, то есть он говорит, я вам привез. Вот тут он долго соловьем... Да, вот он сейчас ее на видео поднимает, показывает, раскрывает ее торки там на иконе и так далее. Да, вот тут Солсенберг приезжал в Киев и там привез какой-то пакет помощи. Я не помню, было 350 миллионов евро или чего. А этот привез гораздо более важную вещь, чудотворную. Да, видимо, хорошо превращает пули белых в воду или что-нибудь в этом роде. И, конечно, тут он долго говорит, совершенно ясно, что это Путин. Но, с другой стороны, мы теоретически можем заметить, что не совсем понятно, где именно снималось это видео. Путин абсолютно в том же костюме, что и незадолго перед этим. Но теоретически вообще генералов могли продержать две недели на карантине, вызвать Москву. Я не говорю, что это произошло, я говорю, честно, теоретически. Вот, собственно, тут Путин засыпался, потому что он произносит эти ярковые слова, что тут скоро Пасха, хотя его визит я состоялся в понедельник после Пасхи. Вот, собственно, мы описали... А ведь, надо сказать, что человек всегда видит не глазами, он видит мозгом. Поэтому я думаю, что, может быть, даже описание, оно было не менее важное, чем, собственно, картинка. Потому что, если человек просто посмотрит, не внимательно, он скажет, «О, Путин приехал на фронт». А вот мы вдруг описали некоторые странности. И, собственно, у меня вопрос, вот какое на тебя впечатление производят все эти видео? Ну, я понимаю, что Путин бы ни за что бы даже не подумал в сторону сам ли или же через двойника ехать на фронт, если бы для этого не было бы, ну, такого требовательных предпосылок. Заключается в том, что твой оппонент Зеленский с фронта не вылезает. Да, и выглядит там вполне органично. Как это ни странно, хотя, казалось бы, да, он квартал 95, а ты вроде как изображаешь выходца из ядра силовой системы, являясь ее олицетворением. Он, значит, прямо на передовой. Причем это ж как бы не один раз. Это же не то, что он хоть в Херсоне, хоть в Изюме, хоть в Северодонецке, хоть в Бахмуте, да. А ты туда не едешь. И вот если бы не вот этот аспект, вообще бы не запаривались. Ну, не ваше собачье дело. А тут как-то надо реагировать, как мы и дальше, может, еще скажем. Сейчас уже двойники, возможно, пойдут детей разных, значит, представителей, нобилитета, поскольку они не сами должны реагировать, а их аватары тоже. Дениально же, да, что кто Челс, кто Пископ, но в любом случае в ЧВК Вагнер воюет, получает медаль за отвагу. То есть, значит, участие в войне детей, это еще следующее. Двойников детей, это следующая тема такая, да, непроходящая. Я бы сказал, что это еще фан-визина описано в недоросле. Да, за меня пойдет учиться. Детей депутатов можно с двух лет записывать в ЧВК Вагнер к 18 годам, растут до генерала. Да, я просто к тому, что... То есть, есть необходимость. То есть, получается, что нужно что-то показывать. То есть, нужна картинка. Реальная она или виртуальная, выдуманная, с двойниками или нет. Но вот эта необходимость, она заставляет его это делать. А с другой стороны, его натура, его поведение, его бэкграунд, он в том, что, ну, как бы от людей надо быть дальше. Нужно быть все время в целлофане, в бункере, нужно, так сказать, под карантином вечным быть, потому что отовсюду тебе грозит опасность, грозит смерть, грозит угроза там заговора или, конечно, в итоге украинского Буданова, да. То есть, она отовсюду эта угроза. И сопоставить эти две вещи, как бы его натуру, его, значит, поведение в связи с этими вызовами, в связи с этими угрозами, и одновременно этой картинкой, ну, невозможно, она не бьется. Вот. Я сейчас короткий хочу сделать... Мы уже 39 минут в эфире нас смотрят 56 с лишним тысяч человек и 18 тысяч поставил лайки. Я хочу просто для дальнейшего разговора показать материал, который сделал Бильд, да, по ссылке, попытавшись систематизировать вот эти наши ощущения. Это буквально недолго займет. Вот, смотрите, кто хочет, пожалуйста, зайдите на Бильд на русском в телеграм-канале. У них есть видео, значит, различия во внешности Путина подогревают слухи о двойниках. Вышел материал журналисты Бильд Питера Тиде. Пишет, что в последнее время ходит все больше слухов о том, что власть РФ использует двойников Владимира Путина. Официальный пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опровергает эту информацию. Но различия во внешности президента РФ в разных обстоятельствах бросаются в глаза. Тиде резюмирует основные несходства в образах Путина. Подбородок, то выступающий, то с кожаной губы, то узкий, то надутый нос, то выпуклый, то курносый веки, то с мешками, то без уши, разные мочки, складки у основания иногда есть, а иногда нет. Расстояние между глазами и ушами разнится. Рост. Раньше Путин, рост 171, появлялся в специальных туфлях на спрятанном каблуке. Сейчас у него иногда виден обыкновенный каблук. Как пишет Тиде, судмедэксперты доказали, что биометрические и другие показатели, ухо сухожилия, мочка раковина и носа, основание дуга, двух Путиных не совпадает. А форму ушей, как отпечатки пальцев, практически невозможно подделать. Форму ушей невозможно подделать. Журналисты отмечают, что оригинальный Путин точно появлялся на встрече с Си Цзиньпином и отчитывал чиновников в Кремле. А отличающийся от него некто был на встрече со студентами в МГУ на похоронах экс-главы Башкирии в Мариуполе, в Херсонской области. Вот посмотрим на фотографии, которые приводят. Вот, например, фотография несовпадений нос, губные складки и так далее. Следующая фотография – это подбородок. Ну, опять же, тут мы сейчас это обсудим, но подбородки разные, причем переведены даты. 21.02.23 Москва, 18.03.23 Севастополь, 19.03.23 Мариуполь. Третья фотография – это вот те самые уши. Вот эти складки, они, возможно, вот я сейчас их показываю на второй фотографии, возможно, это результат подтяжки лица. Ну, тут меня все упрекает, что из меня тот еще пластический хирург, ну, правда, я в этом плохо понимаю, не обессудьте, иногда ошибаюсь, называют блюфуру пластики, не блюфуру, мне начихать. Но самое главное, что подтяжка лица круговая, видимо, возможно, есть разная из-за этого, есть складки, в другом случае складок не видно. Причем есть больше фотографий, потому что мы взяли из публикации только самые такие заметные, что разница все-таки есть, да, разница есть, и это вызывает некоторые, некоторые вот вопросы. Вот здесь видео, я прошу его посмотреть, оно короткое, 19 секунд, показывает бильд эти вещи, тоже повторяет. И вот те же самые, собственно говоря, вопросы по носогубным складкам, ушам и всему остальному. Вот, так что это физиологический аспект, который мы решили обсудить заранее, то есть позволили себе процитировать бильд, который, ну, провел эту работу, анализ, поговорил со специалистами, медиками. Те, кто интересуется, могут сами найти бильд, почитать, как там в деталях это все описано. Но вот что ты думаешь, Юля, вот действительно физиологический аспект вот играет эту роль. То есть можно установить разницу между одним и другими Путинами путем вот этого, ну, антропометрического, если хочешь, там, знаешь, там, мерить череп, уши и яички. Да, смотри, это значит точно не ко мне, потому что я вот в этом совершенно не специалист. Ну, хорошо. Единственное, что мне кажется, что если бы это было настолько заметно, то, скорее всего, это было бы не только в бильде, а это просто было бы первополосной новостью, что Путина изобличили и доказали войника. Но это очень важно, что об этом пишут, там, я не знаю, ни в соцсетях, ни в Твиттере, там, совершенно серьезно это обсуждает бильд в связи с проблемами, которые мы только что перечислили. И, а мы обсуждаем, в данном случае, поведение человека, неотличимого от Путина. И я хочу сказать следующее. У меня есть две гипотезы. Вот как картинка Мешина, да, когда ты видишь или прекрасную даму с перьями, или старуху, которые абсолютно диаметрально разные вещи, диаметрально способом разным, объясняют одно и то же. Понятно, что только одна из них верная. Но сначала подытожим, что странного мы видели. Ну, во-первых, мы должны видеть публичные визиты публичного политика. Толпы лекающего народа, тротуары, огороженные кордонами, пресс-конференция. Вместо этого мы видим какой-то зомби-апокалипсис, который человек крадется буквально в ночи окитать. Значит, если он приезжает на мост, там практически никого нет. Но хорошо, он боится, что в мост прилетит украинская ракета. Ну, так ты перед тем, как въехать на мост, это вообще российская земля, по всем юридическим канонам. Но она точно не прилетит. Мало того, что она и в мост не прилетит, потому что мы знаем, что этот грузовик несчастный, там, его несколько месяцев везли. Не успеют привезти грузовик. Ну, хорошо, человек паранойик. Встреться с людьми с большим количеством у въезда в этот мост. То же самое Мариуполь. Опять же, посереди двора деревянный стол стоит. Груз Норин рассказывает Путину о триллиардах восстановленных домов. И, значит, при этом рассказывает все поднепрерывные рассказы о том, что тут вот 6 тысяч человек в университете учатся в пустом абсолютно. А в Севастополе, опять же, детский центр открывается без детей. Можно сказать, что это фронтовые визиты? Нет. Мариуполь в глубоком тылу. Севастополь в тылу. Еще более глубоком. Значит, то же самое Счастливцево в тылу. Да, визиты Зеленского внезапны тоже. Но их снимает куча людей. И мы видим просто сколько случайных видео при этом происходит. Потому что люди сразу начинают снимать своего президента. А тут мы видим только одного человека. Иногда, в лучшем случае, две камеры. Но обычно одну камеру. И очень часто Путина снимают с затылка. Но вообще, знаете, затылок вообще может быть чей угодно. А, значит, всегда, когда можно и даже когда нельзя, встречаются на свежем воздухе, где микроб не страшен. И вот тут нас дальше подсекает одна вещь. Потому что мне кажется, что у нас есть два равных возможных элота. Я скажу, что мне кажется самым главным доводом в пользу одного. И что мне кажется самым главным доводом в пользу другого. Первое – это что двойник. И самым главным доводом в пользу двойника, мне кажется, что этот человек пожимает руки. То есть тактильный аспект Да, а второе Мне кажется, что Есть обстоятельства При которых это может быть сам Путин И самый важный довод Что это всегда происходит на свежем воздухе Где микроб не страшен, как правило И самый важный довод Что если это не Путин То почему не послать двойника Действительно на передовую Чтобы всем утереть нос Ты сказал, что его там убьют Так он воскреснет Будет воскресший Путин Мало того, что об этом никто не узнает Там один оператор Постфактам же не скажут А если узнают, то будет еще круче Представляешь, президента Передовой ранили Он лично всех повел в атаку Значит спасся, еще там кого-нибудь спас Девочку спасенную на руках Вот у него тут развороченная грудь А он все равно воскрес Соответственно Разберем доводы в пользу двойника Кстати, вовсе не обязательно При этом быть двойником В обычной жизни Вот я вспомнила Например, есть такой фильм Высоцкий, спасибо, кто живой Что живой Это практический фильм Но там вот просто Без всяких пластических операций Играл человек, который был Абсолютным двойником Высоцкого И создатели фильма Я посмотрела, хвастались Что это стоило им 30 тысяч долларов У них был какой-то комплект Пластических деталей Нос, лоб, все это отдельно Значит, на него закреплялось И плюс было 4 часа грима Но это многочасовой фильм Это главного героя Крупным планом Ну, слушайте А тут половина то сзади То в капюшоне Какие-то ночные съемки Недолгие пробежки Ну, можно же в конце концов Снять такое Значит, соответственно Сделать соответствующие накладки Сейчас очень много латексные Вот эти повторения Копии внешности И там может быть, в принципе Человек, ну Только по форме черепа Совпадающий Ну и ростом А так-то, в принципе Все остальное можно наложить Я правильно понимаю? Да И заметим, что это Тогда разрушает проблему Вот ту самую А куда девать двойника А не подменять ли двойник Потому что На съемках нормально А выйти к Си Цзиньпину Ну, все скажи Это Путин-то ваш Ненастоящий Сломался Ну, конечно Соответственно Двойник объясняет Минимум зрителей И минимум камер Потому что Не дай бог Кто начнет снимать С несанкционированного ракурса И как я уже сказала Самый главный аргумент Он здоровается За руку Чего Минус Си Цзиньпин Никогда не делает Путин московский Но у меня есть Второй Вариант Объяснения Который мне кажется Не менее рациональным И не менее прозаичным А именно Что перед нами Путин Который сидит в бункере Вот этот самый Путин Изолированный от мира Безконечно дезинформированный Если мы посмотрим На три главных Его визита Это визиты В места Где ему важно понять Не водит ли его за нос С собственными глазами Он сидит Он интернетов не читает Он же знает Что все эти ребята Ему морочат головы А значит Вот Он приезжает на мост Что он видит Что мост действительно построен Он приезжает в Мариуполь Что он видит Что хотя бы что-то Да построено Что не все деньги украли И самое главное Он приезжает Ну не на фронт Но он приезжает Кому К среднего уровня генерала Без Шойгу Герасимова Вот Как мне просто сказали Люди из Кремля Он считает Что Шойгу и Герасимов Его дезинформируют Поэтому Поехал к генералу Лапину Спросить Все ли правда Так я думаю Что генерал Лапин Ему ответил Что он ему расскажет Правду матку Нет Да То есть в таком случае Перед нами Ну вот С точки зрения Путина Он совершает Геройский поступок Он просто Гарун Аль Рашид Который хочет узнать Что думает его народ Он Вот совершает Просто Спецвылазку В страшный мир Где обитают микробы Энергетические поля Да Это просто Зигфрид Это просто Александр Македонский Он покинул Чистый Дезинфицированный Бункер Он лично Не щадя живота своего Доставил на фронт Он лично убедился Что мост есть Что Мариуполь Хуснулин Действительно строит Что не все деньги украли А И самое главное Значит Он убедился Что вот Лапин и Макаревич Ему что-то Расскажите обстановку И они ему докладывают Обстановку Это совсем же другое Чем Шойгу За шестиметровым столом И обращаю внимание Что в эту картину Тоже все вписывается И полное отсутствие людей И явное предпочтение Открытых пространств И вот визиты В ночные пустынные Конференц-центры То есть человек Искренне хочет Вырваться из бункера Просто на самом деле Все вину Кто он приходит Расширяется До масштабов Его визита Так 63,5 тысячи Нас смотрят 22 тысячи Поставили лайки Просьба огромная К нашим зрителям Около 52 минут В эфире Пожалуйста Ссылки на это Размещайте В своих аккаунтах В группах Обязательно Ставьте лайки Это поможет Попадать в видео Рекомендованное Ну и конечно Подписывайтесь на канал Фейгенлайф И на канал Юлия Латынина В описании К этому видео По ссылке По имени Юлия Латынина Можно пройти И подписаться На ее канал Ну вот В конце Я предлагаю Подытожить Следующее Есть двойники Нет двойников Ну оставим это Рано или поздно Какие-то вещи Сами собой Прояснятся На мой взгляд Для нас Все-таки Возвращаясь К политической Политическому Анализу Оценкам Которые мы можем Из этого анализа Вынести Относительно Темы двойников Путина Представляется Важным Следующий вопрос А вообще говоря Ему это может Помочь В случае Если Ну например Угроза будет В виде Заговора Внутреннего Ну или Я уж не знаю Прилетит дрон И убьет его 9 мая На Красной площади Это все Вот эти меры Вот все остальное Они вообще спасут Но может быть От дрона спасет Если там Двойник Если он есть Будет выступать На Красной площади А вот реально От табакирки Или не знаю От отравления Или еще От чего Эти меры Реально могут спасти Или же Ну он тешит Тем свое Чувство безопасности А в общем Говоря Если захотят Угрохать То Ну Скажем так Найдут способы Вот как Это оценить Ну а кто ж Его знает Вот если Как Каракулов Говорит Что едет Пустая машина Представим себе Что кто-то Эту пустую машину Раз И из гранатомета По ней попал А там никого нет Вот значит Спасет Даже и без Всякого двойника Да Поэтому Это Это зависит От уровня Заговорщиков Но Вот Как раз Подытоживая Я бы две вещи Хотела сказать Первое Самое главное Что мы видим Что Это так Или иначе Есть двойник Или нет Этот человек Явно Психически Не в себе И у него Очень большие Проблемы Вот просто С когнитивным Восприятием Действительности Потому что Самое главное Я честно Скажу Что я Села За просмотр Этих видео И полагаю Что вот сейчас Я докажу себе Что на них Двойник И могу честно Сказать Что их просмотр Мою уверенность Скорее разрушил Потому что Если бы Путин Действительно Выехал из Москвы Со всеми его тараканами Да Вот он скорее всего Точно так себя и вел А открытые пространства Пустые города Пустой университет Пустой мост И как я уже сказала Вот Самый сильный аргумент За то Что это не Путин Что он здоровается за руку С другой стороны Может он потом бежит И протирает эту руку Смешно Ну да А самый сильный аргумент За то Что это Путин Что он минимизирует Количество людей вокруг Предпочитает Безвирусное пространство И как я уже сказала Вообще Если это двойник Ну почему бы Его не съездить на фронт И там быть Крутым И воскреснуть Вообще После обстрела Но вот что Видно Что поведение Путина Далеко Выходит За рамки Нормы И это конечно Ну как бы Давно было видно Что это страшно Потому что Ну Если представить себе Что этот человек Реально Ездит В Мариуполь Чтобы посмотреть Что в Мариуполе Что-то построено Ну это что И реально Ездят Генерал Лапин В Счастливцева Да Это чтобы Значит Потому что Считать Что Шойгу Его обманывают Слушай Так ты Создай Такую систему В которой Тебя не обманывают Ну да Но это уже не Сильно Потому что Похватился Парень Тебя не обманывают